Море эмоций, интересные встречи, новые знакомства. Все это ждет участников 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет этой осенью в Сочи. Но прежде на фестиваль нужно попасть. Именно сейчас по всей стране идет прием заявок как от потенциальных участников, так и волонтеров. Зачем представители Чебоксарского волонтерского центра ездили в Юж-Коралу, узнаем в следующем сюжете. В аудитории более 140 студентов Поволжского государственного технологического университета. За кафедрой вместо педагога Юлия Егорова, директор волонтерского центра города Чебоксара. Сегодня она рассказывает марийским студентам о Всемирном фестивале, о том, как на него попасть и что дает участие в таком масштабном событии. Фестиваль 2017 года объединит молодежь со всей планеты. Более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Для того, чтобы попасть на фестиваль, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Дело это хоть и не хитрое, но требует времени. Те, кто уже прошел регистрацию, помогают новичкам в составлении анкеты. Юлия Егорова предупреждает, что кроме этого будет заочный этап отбора, потом очный. Нам, как волонтерскому центру города Чебоксара, предстоит отобрать не только волонтеров с Чувашской республики, но также и провести собеседование с волонтерами из ближайших регионов. Диана Насибулина три года назад стала спортивным волонтером и ни разу не пожалела о своем выборе. Успевает и хорошо учиться, и отдыхать, и руководить клубом интернациональной дружбы студентов по ГТУ «Мост». И вполне естественно, что всемирный фестиваль ее очень заинтересовал. Мечта сейчас пока покорить Сочи на данный момент, попасть туда, а потом уже будем добиваться новых вершин. Не отстают от молодых и активных и так называемые серебряные волонтеры. Те, кто перешагнул возрастную планку в 35 лет. К примеру, Светлана Васенева стала волонтером лишь после 40. Сейчас, когда свои дети выросли и масса свободного времени, почему бы не вспомнить свою молодость. Прошло обучение, тестирование прошло, и теперь при возможности стараюсь помогать и получать удовольствие. Кроме того, я еще и подала заявку на чемпионат мира по футболу и на чемпионат конфедерации. Прошла все собеседования по уровню чемпионата мира по футболу. Волонтерское движение в республике Мариэл стремительно развивается. Добровольцы оказывают помощь в проведении благотворительных концертов, всевозможных акций. В день годовщины вывода советских войск из Афганистана молодые люди, кроме гвоздик, положили к обелиску и самодельные черные тюльпаны. Почему именно черный тюльпан? Все вы помните, это так назывался транспортник военный, на котором погибших воинов отправляли домой. Формировать в целом волонтерский корпус будет уже Федеральный центр Москва. Только после собеседования в мае станут известны имена 40 счастливчиков, которые поедут на 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. А пока марийские волонтеры приходят сюда, к Юшкиному коту, чтобы загадать то самое заветное желание. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика, из Южкораллы.